Ольга с позывным Петра разведчица. Впервые военную форму девушка надела в 14-м году. Тогда защищать родину от российских захватчиков пошла добровольцем. Решила, что если в стране что-то менять к лучшему, то следует начинать с себя. И если мы простые жители страны, которая нам не безразлична, не будем стоять в стороне, а будем ее менять. И чем больше будет таких людей, то тем мы будем жить лучше. Но Оля не просто встала на защиту родной земли. Девушка уже имела большой опыт борьбы за плечами. Вся ее сознательная жизнь – сражение в прямом смысле этого слова. С детства в спорте. Сначала был пинг-понг. Получила разряд мастера спорта. Затем рукопашный бой. И здесь титулов множество. Чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка Украины. А еще Ольга – профессиональный телохранитель. И в этой сфере завоевала для Украины бронзу на международных соревнованиях. Ее жизнь на до и после, так же как у большинства украинцев, разделилась 24 февраля. Девушка бросила все и пошла на фронт. Когда проснулась от ракет, которые первые прилетели по Днепру, как раз здесь мы встретились. Ты понимаешь, что время настало. Собрала документы, форму которая была, амуницию, хранившуюся еще с 2014 года, и поехала в военкомат. 26 февраля 2022 года Ольга с автоматом в руках вместе с побратимами уже заступила на позиции. Были ли вы, скажем так, готовы убивать? Да, я с 2014 года была готова убивать. Как можно воевать и не убивать, если захватчики пришли на твою землю? На войне нет такого. Ты готов. Ты должен быть готовым. Иначе, если не ты, то тебя. Сейчас военнослужащая 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Петра занимает пост начальника разведки батальона. Тихо пришел, тихо ушел. Главный принцип их работы, рассказывает разведчица. На поле боя разделения, женщина ты или мужчина, нет. Все люди разные. Есть разные женщины, есть разные мужчины. И судить лишь потому, что ты женского пола, скажем так, некорректно. Хорошо, я женщина, но есть такие мужчины, которые слабее девушек и духом, и в плане воли, и, наверное, физически. О заданиях Петра рассказывает совсем мало, говорит, все после победы, в которой уверена на 100%. А пока признается, никаких поблажек ни противнику, ни себе.